В этом году я впервые делала заготовку огурцы в томатной заливке. Получается вот такая вот баночка с огурцами, которые в красной томатной заливке находятся. И в результате, сегодня вот у нас 17 сентября, муж с сыном попробовали эти огурцы без меня, когда у меня не было дома, и в результате съели три банки за выходные дни. Им очень понравилось и заставили меня снова в сентябре заниматься консервацией. Благо, что я огурцы из теплицы еще не выбросила, и они у меня наросли. Конечно, уже переростки, но тем не менее буду делать. Вот как они выглядят в тарелочке. Такие вот брусочки я нарезала, и второй вариант я делала еще полукольцами. Конечно, полукольцами нарезать быстрее. Огурцы получаются очень хрустящие, упругие и очень-очень вкусный маринад. Поэтому сейчас буду делать эти огурцы. Приступаем к их приготовлению. Для того, чтобы сделать эту заготовку, нам понадобятся, разумеется, огурцы. Видите, у меня довольно уже крупные. Я их нарезала сегодня полукольцами и вторую партию сделаю еще брусочками. Мне понадобится чеснок, который мы положим в баночку, зонтики укропа, лавровый лист и перец горошком. Это все пойдет в банку. Для маринада нам понадобится полтора литра воды и 200 грамм томатной пасты. Я обычно пользуюсь вот такой кухмастер, она мне нравится. 1 стакан сахара, столовая ложка с большой горкой соли и, как я уже сказала, это все на полтора литра воды. В чем особенность этого рецепта, сейчас я вам покажу. Итак, в баночку, вот у меня 800 грамм, мы кладем 4 горошинки черного перца, 1 лавровый лист, 2 зубчика чеснока и зонтик укропа. Огурцы в банку наполняем под самую крышечку и даже немножечко их уплотняем рукой, чтобы их было очень много и меньше, соответственно, уйдет маринада. Вот так вот. Под самую крышку накладываем ломтики огурцов и закрываем. В банке, разумеется, предварительно были простерилизованы, крышки залиты кипятком и промыты. То есть, вот у нас получается все вот так вот аккуратненько. Теперь показываем главную особенность этого рецепта. Я много-много лет занимаюсь заготовками, но впервые делаю сухую стерилизацию. То есть, смотрите, банки с огурчиками я оставлю в горячую воду без рассола, без маринада. И они стерилизуются 10 минут с момента закипания воды без маринада. Конечно, смотрите, они начинают там плавать, поэтому обязательно сверху закрываем крышкой. И стерилизуем литровые 800-граммовые баночки 10 минут, как только закипела вода. Видите, у меня уже начало все это булькать. Все, засекаю 10 минут. Пока огурцы стерилизуются, мы готовим маринад. Он нам понадобится сразу после их готовности. Высыпаем сахар 1 стакан на 1,5 литра воды. Высыпаем столовую ложку сверху соли. И как только это все закипит, мы добавляем еще 200 грамм томатной пасты. Добавляем томатную пасту и все хорошо перемешиваем до ее полного растворения. И пусть все это на очень медленном огне варится примерно 5-7 минут. После чего мы добавим уксус. После того, как маринад хорошенько погибел, поварился, добавляем половинку стакана 9% уксуса. И наш маринад готов. Ягурцы тоже уже готовы, поэтому сейчас будем заливать банки. Первая партия готова. И аккуратно заливаем маринад. Вот самую крышечку. Вот так, чтобы банка была абсолютно полной. После этого мы ее закатываем и укутываем на ночь под одеяло до остывания. И вот первая партия готова. Я на этикетке сделала пометку осень. Огурцы в томате осень. Потому что все равно уже огурчики не те. И буду знать, что это совсем другая партия у меня. Но по тому же самому рецепту. Итак, огурчики в томатной заливке. Рекомендую всем. Укутываю сейчас их под одеялко. И завтра спущу в погреб. Очень хороший рецепт. Попробуйте. Нам понравилось. Я делала его впервые. Но первую партию уже всю съели. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok